Издание The Times вышло с довольно интересным материалом. И вот я просто главный тезис, главный месседжер хочу сейчас привести. Во-первых, почти еженедельно вскрывается новая тайная операция, в которой есть след России. Вербовка в ряды служб безопасности пошла вверх, пишут журналисты. Особое внимание уделяется студентам в государствах, симпатизирующих России, таких как Сербия, к примеру. С момента начала войны в Украине ГРУ значительно расширило отделение специальных операций, известное как подразделение 29-155. Численность подразделения выросла с 500 человек в 2022 году до 2000 уже в настоящее время. Далее самое интересное. Кремль, вероятно, ищет слабые места, которыми мог бы воспользоваться в предстоящей войне. И вот тут уже позвольте три вопроса. Первое. Если об этом мы знаем, журналисты пишут. Ну, об этом наверняка должен знать Запад. Почему они бездействуют, никак не реагируют? Россия в этом смысле влияет. Второе. Какие слабые места? О каких слабых местах в этих западных странах здесь идет речь? И третье уж, позвольте, цитирую. Этим может воспользоваться Россия в предстоящей войне. То есть не скрывается, что готовится, планируется, я не знаю, не исключается, по крайней мере, война между НАТО и Российской Федерацией. Окей. Ну, здесь тоже я вас успокою, потому что это публикация в газете и там в журнале, которым нужно продавать свой журнал. Нужно увеличивать подписку через интернет, поэтому, естественно, они звонят в колокола. Но если они сейчас звонят в колокола, вот вы говорите, если журналисты знают, то почему государство не знает? Так журналисты знают именно потому, что государство сейчас больше стало работать. То есть службы контрразведки сейчас впервые за последние 25 лет или 30 лет после распада Советского Союза начали заниматься своей прямой деятельностью, то есть бороться с российским шпионажем. И больше того, они не просто начали этим заниматься, но им стали выделять больше бюджетов, им увеличили составы, значит, оперативные. И поэтому у них повысилась результативность. А когда повышается результативность, то начинают ловить больше шпионов российских. И парадоксально, вот появляется больше публикаций о ловле российских шпионов и создается впечатление, что раньше их не было, а теперь там они кишмя кишат. И вот там, я не знаю, ты их в дверь, они в окно и так далее и тому подобное. На самом деле российский шпионаж при Путине, он вырос в два раза больше, в два раза по сравнению с Советским Союзом практически с начала путинского правления. Ко второму сроку увеличилось, состав ГРУ увеличился в два раза, а к третьему сроку увеличился в два раза состав СВР. Так что в этом смысле ничего не поменялось. Но службы западные контрразведки, они исходили из того, что Россия стала нормальным государством, и у них, наоборот, закрыли все советские отделы в свое время. И они переключились на борьбу с исламистами, значит, с исламистским терроризмом. И когда Путин, во-первых, ну первая история, это была аннексия Крыма и начало Донбасса, вот, а дальше там его атаки гибридные на Запад, вот, и начало полномасштабной операции военной против Украины в 22-м году. Это все полностью поменяло картину. То есть все вспомнили, что Россия на самом деле представляет опасность для Европы, для западного мира, прямую опасность. Вот, что она большую опасность представляет, чем исламисты и чем террористы. И увеличились, но воссоздали или увеличили, значит, потенциал западных контрразведок и служб безопасности. И в результате получаются все эти публикации. На самом деле все хорошо на Западе, потому что их всех, допустим, в 22-м году выперли российских шпионов 500 штук. 500 штук российских шпионов, которые работали под прикрытием дипломатическим, выперли из западных стран. В прошлом году еще 300 штук. То есть в общей сложности там 700-800 шпионов российских выперли. Тех, которых не могли судить, тех, которых не могли арестовать, тех, которые пользовались дипломатическим иммунитетом. Ну, естественно, они пытаются чего-то там активизировать, потому что Путин давит им на мозги. Их поэтому ловят чаще. Стали, кстати, чаще ловить российских нелегалов, потому что у них там тоже есть какие-то там люди, которые сдают их. Или научились их ловить. Вот всех, которые там через Латинскую Америку там приходили и так далее. То есть на самом деле все не так плохо, как может показаться. Наоборот, все гораздо более эффективно, чем было раньше. Но понятно, что Путин пытается делать гибридную войну. Понятно, что он пытается использовать новые каналы. В частности, каналы, которые при Советском Союзе не использовались. А именно там не столько нелегальная разведка, потому что это очень дорогое удовольствие, сколько глубокие прикрытия. Потому что довольно много сейчас россиян живет за границей. И вот в этом потоке, так сказать, легальной миграции из России или легальной иммиграции в западные страны можно утопить большее количество шпионов. Значит, какие-то там дамы, которые выходят за дураков иностранцев, которые все ищут восточную экзотику. Плюс какие-то люди, которые бизнесом занимаются или под прикрытием бизнеса занимаются шпионатом. То есть, на самом деле, конечно, активизировалось все в этом деле. Но я вас успокою еще раз, что западные контрразведки научились с этим бороться, борются более эффективно, борются активно. И все замечательно. Сергей Викторович, вы книгу написали, очередную, вот новую книгу. Вы анонсировали, вернее, говорили о том, что вы ее анонсировали в Брюсселе. Да, вот покажите, пожалуйста. Круто. Как так? Что значит? Можете, пожалуйста, перевести и о чем книга? Да, значит, книжка называется, если переводить красиво на русский язык, если дословно, то «Наихудшие друзья». А если красиво, то «Заклятые друзья». Это книжка про патриарха Кирилла и Путина, которые формально друзья, формально друг дружку поддерживают, на самом деле являются конкурентами. У них там жуткая борьба. Эта книжка не документальная, это роман. Поэтому я там имею возможность рассказывать любые измышления, любые домыслы, любую эквилибристику ментальную. То есть, грубо говоря, я там закручиваю все это дело довольно круто. Но книжка на самом деле строится на понимании того, как работает Российская Федерация, на знании того, как работает церковь, на знании того, что иностранный отдел патриархата московского – это спецслужба, это шпионская служба, которая работает по всему миру, которая довольно эффективна. Вот я вам уже должен сказать. И я нам строю кучу интересных всяких вещей. Она интересна людям, которые даже не занимаются, не специализируются на геополитике, потому что это просто роман. Это просто я попытался построить интересную книжку, которую просто интересно читать. Типа трех мушкетеров, который, вот Дюма, он тоже взял настоящего короля, настоящую жену короля и создал интригу. И добавил там всяких там настоящего кардинала Ришелье или там дальше в продолжениях настоящего кардинала Мазарини. Вот. И, значит, закрутил там с этими реальными персонажами какие-то свои собственные действия. Вот то же самое я сделал с Путиным. Вот. Рассказал про путинские, значит, похождения с Ралдугиным там сексуальные. Я вот рассказал про всяких там, значит, про митрополита Тихона Шевкунова, которого сделал начальником педофильской сети подпольной, потому что он заканчивал в ГИК, вот, и создал семинарию, он стал ректором, первое лицо, которое в Российской Федерации стало ректором семинарии и академии, не имея богословского образования. Вот. А просто поскольку у него там мальчики. Вот. Этих мальчиков он, кстати, недалеко в Сретенском монастыре, который прямо вот там в километре от Лубянки. Вот. Там он познакомился с лубянскими офицерами, потом с Путиным, сошелся с ним. Но почему-то ни Алексей Второй, ни Патриарх Кирилл 17 лет его не делали епископом. Вот почему-то стал, ну, очень. 17 лет он сдал своего епископства. Вот. А потом быстренько-быстренько стал митрополитом. Минули, кстати, даже стадию архиепископа. В общем, все это дело я рассказываю. По-моему, получилось, потому что, в общем, отклики очень хорошие. Вот. Люди просто говорят очень интересно, но страшно. И занимательно. Очень занимательно. Поэтому, в общем, все хорошо. Вот в Бельгию я сейчас ездил рассказывать про книжку. Было 10 интервью за один день. И книжка стала бестселлером во французской литературе в Бельгии. В Бельгии сразу. Вот. И, ну, во Франции сложнее, потому что все занимаются этими сраными выборами. Мне по этому поводу я, наверное, на Макрона зол, потому что он мне сорвал промоушен весь. Вот. И, слава богу, вчера меня позвали, наконец, поговорить про эту книжку. Поэтому немножко сегодня там всплеска снова продаж. Вот. Потому что каждый раз, ну, когда появляется какая-то статья, появляется какое-то интервью, естественно, люди больше интересуются. Вот. Ну, я надеюсь, что будет продаваться хорошо. В общем, не провально. Но Макрон мне, конечно, очень-очень сильно. Я на него больше зол, чем все остальные. Потому что он мне... Я специально подгадал выход книжки к 13-му. Это как раз после европейских выборов. Как раз хотели в мае, но поскольку была кампания, вот, делали под июнь. И вдруг он, так сказать, мы вздохнули, сказали, что все, отлично, выборы прошли. И вдруг он говорит, а я распускаю собрание. Ё-моё. Ну и все. Вот. Ну, ничего, ничего. Я на нем отыграюсь, потому что я напишу следующую книжку про него. Там я про него напишу какие-нибудь там похождения Макрона. Там, я не знаю, там с Трампом. Он еще почувствует. Потому что я про него... Но это, кстати, его месть. Потому что у меня до этого были такие серьезные книжки, эссе политические, где я рассказывал, как там Макрон, значит, преклоняется перед Путиным. Такой мелкий буржуа, который преклоняется перед мелким бандитом из Санкт-Петербурга. То есть у нас такое заочное с ним, заочное сведение счетов. Вот. Тем более, что мы учились в одной и той же самой школе, так сказать. Мы, в принципе, принадлежим к одним и тем же кругам во Франции. Так что, в общем, это любопытная штука, но такая местная французская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА